Здравствуйте, уважаемые студенты. Разрешите представить вам материалы к массовому открытому курсу по дисциплине модификатора и отхода промышленности в производстве бетонных и керамических материалов. Данный МОК разработан для образовательной программы производства строительных материалов, изделий и конструкций на кафедре строительных материалов и технологий. На сегодняшний день мы с вами продолжим ознакомление с темой «Материалы с применением отходов химико-технологических производств». Данные материалы подготовил ректор, оценка медитата технических наук Серово Розу Фаикона. Во прошлых занятиях мы с вами ознакомились с классификацией отходов химико-технологических производств, а также с материалами с применением фосфорных шваков, материалами из фосфорно-шваковых расплавов, материалами на основе гипса и содержащих отходов, а также с материалами с применением железистых, серосодержащих и силикатных отходов. На сегодняшний день мы с вами продолжим изучение материалов с применением гидролизного алюмина и отходов целевозно-бумажного производства. А также сегодня мы обнакомимся с добавками поверхностно-активных веществ и электролита на основе отходов химических производств. Добавки этой группы позволяют интенсифицировать производственные процессы и целенаправленно изменять свойства строительных материалов. Они вводятся в небольшом количестве. Все технологические проявления добавок ПАФ обусловлены адсорбционным механизмом их действия и в наибольшей степени характерны для коллоидно-дисперсных систем. Добавки электролитов изменяют растворимость материалов, химические с ними взаимодействуют и служат центрами кристаллизации и т.д. Гидрофабизирующие поверхностно-активные вещества применяют для повышения подвижности растворных и бетонных смесей, разжижения сервовых шламов, а также для снижения влажности и улучшения формовочных свойств керамических масс. К распространенному в производстве строительных материалов гидрофабизирующим и патифицирующим ПАФ относятся технические лигносульфонаты, ЛСТ, поставляемые в виде различных концентратов. ЛСТ и близкие к ним химические отходы являются главными компонентами которых являются соли и лигносульфоновых кислот, молекулярно адсорбирующиеся кахарозы и другие активные или альфинные вещества, образуют на поверхности зерень цемента и других из перстых материалов ассорбционные пленки. Эффективность добавленности ЛСТ проявляется на всех основных этапах технологии цемента и бетона. ЛСТ используют для снижения влажности шлама, поступающего у клинкера обжигательной печи. Применением разжижающих добавок достигается высокая степень насыщения шлама твердым веществом без ухудшения его подвижности. Добавка ЛСТ в количестве от 0,2% до 0,3% массы сухого сырья снижает влажность шлама на 22,5-3,5% и повышает производительность печи на 3-4%. Вводя до 0,3% ЛСТ и измельчает линкер совместно с гипсом и минеральными добавками, получает пластифицированный портонцемент, один из более эффективных видов портонцемента. Расплыв конуса при испытании на встряхивающем столике раствора на основе смеси этого цемента с нормальным песком состава 1,3% при водоцементном отношении 0,4% после 30 схватываний составляет не менее 135 мм. Введение пластифицирующих поверхностных активов веществ также улучшает формовочные свойства керамических масс, снижает их пластическую прочность и напряжение зига, идентифицирует сушку изделий и устраняет деформационный брак свежесформованного сердца. Для приготовления пластификаторов повышенной эффективности разработан ряд способов модификации ОСТ. Фармальдагида, добавка каустической соды, отделение млекозумфонатов от сопутствующих компонентов, последующим их переводом в натриевое основание. Получение пластификаторов повышенной эффективности возможно при перемешивании водного раствора ОСТ с цементом или залой уносом с последующим отстоем. В следующем случае компоненты ОСТ замедляющие твердения ацербируются на зернах цемента или залой унос и удаляются вместе с осадком. Этот метод модификации достаточно прост. и предполагает использование неодефицитного сырья. Снижение концентрации редуцирующих веществ позволяет увеличить содержание добавки до 0,6% массы цемента без снижения прочности бетона. Эффективность применения пластификаторов возрастает с увеличением исходной повышенности бетонной смеси. Технические лимносульфонаты применяют не только в качестве пластифицирующих пафос. Они также выполняют роль связующего. При введении небольших добавок фосфорной или серной кислоты и клея неорганической жидкости, они по своей водостойкости и клеящей способности превосходят фенал спирта. Близкими подостекаемыми эффектом техническим лимносульфонатом являются добавки ЧСПК. Добавка ЧСПК относится к пластифицирующим воздухоувлекающим добавкам, представляет собой в основном натриевую соль из альтипиновой кислоты. УПБ – упаренная, посидорожевая и уластная барда. Добавка УПБ является промышленным отходом спиртовых заводов при производстве кормовых дрожжей. Использование УПБ получает свойства труда, условия труда и снижает трудоемкость, повышает качество изделий и позволяет сэкономить до 10% цемента. Суперпластификатор ИНХП-1 Из отходов нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Наряду с высокими разжижающими действиями обладает повышенным воздухоувлечением. Он особенно с перспективом для дорожного строительства и производства железобетонных конструкций с повышенной морозостойкостью. Материалы на основе кокса и дефтехимических производств При коксовании каменного угля наряду с основным продуктом кокса образуются газ, лензол, сырая, каменная смола, каменно-угольная смола и другие продукты. Выход сырой смолы засуществляет до 5% от массы каменного угля. При фракционной разгулке из полы получают легкие, средние и тяжелые масла, содержащие ряд химических веществ, а также антрациновое масло и пек, компоненты дорожного дегтя. В процессе отстаивания каменно-угольной смолы в хранилищах образуются фусы, отходы, содержащие свойства и вещества, угольную и коксовую пыль, железы и другие соединения. В процессе очистки серной кислотой и бензольной фракцией каменно-угольной смолы образуется так называемая кислая смолка, представляющая собой черную вязкую массу плотностью до 1,3 г на сантиметр кубический. На сегодняшний день мы с вами ознакомились с материалами на основе отходов кокса нефтехимического производства, а также ознакомились с добавками ПАФ и электролитов на основе новых химических производств. На следующем занятии мы с вами ознакомимся с отходами древообрабатывающей промысленности. Продолжение следует...